Ольга начала сниматься в кино, когда ей не исполнилось еще девятнадцати. Случилось это так. Она шла по коридору театрального института, думая о чем-то своем, и не заметила, что какие-то люди провожают ее внимательными взглядами. Люди оказались из съемочной группы фильма «Трастинка на ветру». Его режиссер Виктор Арестов никак не мог найти главную героиню. Он видел ее хрупкой, трепетной, задумчивой. Именно такая девушка шла по коридору института. А как мне по улицам-то ходить? Как я в глаза всем буду смотреть? Ты что, хочешь, чтобы надо мной смеялись, да? Ты этого хочешь? Фильм понравился зрителям и даже, как говорили руководству города Ленинграда, что и породило слухи о том, как Ольга Мелехова получила свою следующую роль в советско-венгерском фильме «Отпуск за свой счет». Поначалу на роль Кати Котовой была утверждена актриса Любовь Руденко. Ну, так исторически сложилась ситуация, что роль от меня, ну, как бы забрали у меня. Просто позвонили и сказали, что вот приедет актриса, там, грим, костюм, договор, гостиница и все. Без вариантов, без обсуждения. И, ну, позвонили из-за каких-то очень вышестоящих органов. Не надо было обещать! На самом деле, никакой теории заговора вокруг фильма не существовало. А виновником происшедшего был известный актер Александр Кайдановский, с которым Оля подружилась на очередных пробах. Мы ходили к его друзьям в гости, где и прозвучала такая фраза в одном доме, что сейчас Виктор Абросимович запустился с картины «Отпуск за свой счет». Вот, и ему, значит, такую вот непохожую на других актрису. И приглашали прийти туда и попытать счастье. Конечно, чисто внешне хрупкая Ольга была полной противоположностью яркой, пышной любе Руденко, да еще и перекрашенная для предыдущих проб в брюнетку. Я зашла в галантерею, тогда были такие вот хозяйственные магазины, где все продавалось вообще. Я спросила, мне нужно что-нибудь, чтобы вот из черного цвета было вот мои нормальные русые волосы. Сказали, ну вот же, вот бутылки здесь восстанавливает цвет нормальный. Ну, у меня никакого опыта не было. Я, значит, это средство нанесла на волосы, вот, смыла. И, о боже, это был такой некий зеленоватый оттенок непонятного цвета вообще. Ужас какой-то. Ужас усилился, когда гримеры нарисовали ей веснушки, надели очки и натянули капроновую шляпку. В таком виде она предстала перед Титовым. Ей казалось, все, провал. Она похожа на чучело. Однако Титов увидел совсем другое. Ее нестандартность. Ну, что-то должно быть было такое своеобразное. Наверное, отличное от московских красавиц. Сегодня в роли Кати Котовой трудно представить кого-то другого. А для Ольги Мелеховой это главный фильм в ее жизни. Ну вот что, девушка, Юр Павловых в Москве сотни. Так вы его не найдете. Я не найду? Хм, найду! Отпуск за свой счет – прекрасная утопия про то, как девушка из провинции, влюбившись в столичного парня, отправляется вслед за ним в загрантур. Запросто купила путевку, запросто оформила документы и даже прорвалась к начальству спутника, главного турбюро СССР. Хорошо, а если я возьму отпуск за свой счет? Кто же вам отпуск-то предоставит? Да еще за свой счет. Ну, допустим. Ну, тебе какой-то абсурд. Шел 1981 год. Советские люди видели за границу, сидя на диване и просматривая телепередачу «Клубки на путешествий». Туризм в соцстраны. Потом сам момент отъезда, это было проверяться от дворника до ЦК партии. Своя тройка, там директор порторг, профорг, значит, говорили ни-ни. Потом райком партии, потом выездная комиссия МК, а если там никакая делегация, это уже выездная комиссия ЦК. И там, и здесь сидели люди совершенно с одинаковыми лицами и с холодными глазами, значит, пытали. Причем вопросы были совершенно полюсные, чтобы сбить. Кто секретарь? Первый секретарь ЦК партии, коммунистическая партия, там, Гваделупы. Ой, Гваделупы. Только что, помню, хотел сыграть эту бодягу. В общем, было весело. Но это обидная действительность. А в прекрасной сказке без красивых фантазий не обойтись. Сказка была про любовь. Любовный треугольник. Его героев играли Ольга Мелехова, Игорь Костолевский и венгерский актер Миклаш Калачай, и, к сожалению, рано ушедший из жизни из-за болезни сердца. Сказочная страна в фильме – вполне реальная Венгрия. Участники съемочной группы с венгерской стороны сегодня вспоминают те дни, будто это было вчера. Мы просто наслаждались той атмосферой. Кинематографисты двух стран работали весело, свободно, в свое удовольствие, и сделали классный фильм. Эта работа оказалась особенной также потому, что результатом фильма стали еще и свадьбы. Мы с моей будущей женой тоже познакомились во время съемок. Вообще, на съемочной площадке царила атмосфера влюбленности. Во время работы над фильмом произошла встреча актеров Елены Романовой и Игоря Костолевского, которая закончилась свадьбой. Актеры Виктория Байза и Миклаш Калачай только что поженились. Прически, макияжу, одежде Виктории после выхода фильма стали подражать все девушки Советского Союза. Мне очень приятно, что советские девушки копировали меня. В фильме у меня была роль Магды, такой соблазнительницы, сводницы. Я обожала эту роль. А сейчас я и сама увидела, глядя на старые фотографии, какой я была красивой. И, конечно, Виктория уверена, что из двух претендентов на руку и сердце героиня Мелеховой должна была выбрать вовсе не Юру в исполнении Костолевского, а Ласло, которого играл ее муж. Миклашу не пришлось что-то доигрывать, ведь он и по жизни был таким же, как его персонаж. Джентльмен с хорошими манерами и природным обаянием. Он был душой общества, уважительно относился к женщинам и находил к ним правильный подход. По-моему, этот образ был близок ему. На самом деле существовало два варианта сценария с двумя разными финалами. Юра! Я думаю, что режиссер хотел, чтобы было как-то неоднозначно и непонятно. Не то Ласло, не то Юра. Она уже сирь сама не знает, может, у нее уже крыша съехала. Очень трудно, да. У нее такой обсессион был в голове. Сейчас бы, да. Я бы, может быть, даже тоже сделала какой-то сценарий, да, вернула бы в это русло. Ольга Мелехова оказалась на площадке среди звезд первой величины. Незабываемый момент – съемка с участием Людмилы Гурченко на острове Маркет. Мы должны были снять там очень трудную сцену. В какой-то момент Мелехова совершенно растерялась. Пришлось даже остановиться, потому что она разрыдалась. И тут Людмила Гурченко проявила себя настоящим, большим человеком. Подошла к ней и увела минут на 5-10, а потом вернула на площадку в рабочем состоянии. Гурченко повлияло на Мелехову так, что я до сих пор считаю ту сцену одну из лучших картин. Она очень дружелюбна была ко мне. Я помню, она мне сказала, что ну вот ты же актриса, вот теперь больше известная актриса. Посмотри, в чем ты одета. Я говорю, я сама такую юбочку сшила. Нет, так нельзя. Нужно обязательно что-то красивое, какой-то пиджак, там посмотреть, как это волосы уложить. Все время нужно быть на высоте, потому что на тебя смотрят люди. Но многим из съемочной группы Ольга казалась чересчур нелюдимой, замкнутой. В ней чувствовалась некоторая скованность, и она была очень закрытая. Люди трудно воспринимают непохожесть. Амелехова не вписывалась в схему актриса-героиня. Не любила шумных компаний, светских тусовок, посиделок. Героиня этого фильма, она такая экзальтированная натура, и все время очень на определенном эмоциональном градусе. Не всегда мне свойственна такая. Это не моя природа. Ольга за границу раньше не выезжала. Сегодня уже трудно представить себе, что переживал советский человек, впервые оказавшийся в европейской столице, и из мира дефицита попавший в мир переполненных прилавков. Одежда, продукты, особенно джинсы, тогда особенно были модные, вот левисы. А еще вот Людмила Горщин, когда уже уезжала, она попросила щипцы для завивки волос. Вот это тоже был дефицит. Ольгу, впрочем, интересовало другое. Рыбацкий бастион, со стен которого виден весь Будапешт. Базилика святого Стефана, величественный парламент, королевский дворец, мосты, где назначают свидание, где можно загадать желание, которое непременно сбудется. Там жареные каштаны на улице продавались, и вообще как-то так тепло, так хорошо, и вообще просто сказочно. Она часами бродила по узким пешеходным улочкам, заглядывала во дворы, напоминающие старые петербургские. Однажды зашла в большой магазин. Подумала, что у меня там какие-то деньги остались, надо купить шубу. Купила шубу себе. Очень она была такая изящная, впритык. И как-то была расстроена. И Людмила Марковна помогла мне этот вопрос решить, договорилась, чтобы мне ее поменяли. Такая дубленка с красивым таким белым воротником, с таким манжетами. Это суть Ольгиного характера. Мечтательность, непрактичность, витание в облаках идеально подходила для образов юных дам 19 века. И вот собачье сердце. На роль Зины Буниной, ассистентки профессора Преображенского, Владимир Бортко сразу утверждает Мелихову. Позвонили и предложили. Да, я, конечно, согласилась. Ну, было бы очень глупо не согласиться. На роли главных персонажей кастинг был огромный. На профессора Преображенского у нас пробовались с трижильчиком, броневой. И Яковлев, так сказать, дядь Жени в стигни. По всем киностудиям Союза искали, искали Шарикова. И Караченцев был. И не собака, и все. И Леша Жарков тоже пробовался. И Леша Жарков не собака. И однажды из Алматы пришли фотографии никому неизвестного актера. Бортко только взглянул и велел немедленно вызвать его на Ленфильм. На пробах Владимир Толоконников разыгрывал сцену с водкой. Желаю, чтобы все. Желаю, чтобы все. И вам того же. Он так убедительно гмыкнул, хэкнул. И так потрясающе пропутешествовал глоток по его шее. Стал Бортко и вышел. И очень долго смеялся где-то за кадром. И потом сказал Владимиру Алексеевичу, что вроде как он утвержден. Ну, редактура-то как-то, так сказать, очень с напрягом на ее. Ну, как доверить такую роль неизвестному актеру? Точнее, его известность не выходила за пределы Алматы, где он родился и прожил почти всю жизнь. В театральное поступил с четвертого раза. Ему говорили прямым текстом. С такой-то внешностью в актеры диплом Толоконников получил в 30 лет. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили? Первая же неделя съемок «Собачьего сердца» показала, что выбор Бортко точный. Как он играл на балалайке, ну, такая яркая сцена, да. То есть смотри, буржуй, глазик выколю, один останется, чтобы смотрел, но кому кланяться. После чего профессор Преображенский, собственно, грохнулся в обморок. Самое интересное, что он из антигероя, в общем-то, сделал и героя в каком-то смысле, ну, любимца, как-то его смог внутренне оправдать. И вот эта сцена, ну, отец ее очень любил, ну, и она такая очень важная и переломная в персонаже Шарикова, когда он ночью встает, подходит со свечой и в зеркало смотрит, мол, кто я вообще, к чему я, да. Полноценным участником съемок был пёс Карай, он же Шарик, превращающийся в полиграфа. Вот целую пробу провели на линьфильме по собаке только. Собака, конечно, поразительная. Он понимал просто с полуслова, так походил на площадку, со всеми носом тыкался, здоровался. Когда стало понятно, что роль Шарикова идет на ура, Владимир Алексеевич начал опасаться другого. Как раз когда снимали вот эту сцену, когда он подходит ночью к зеркалу, и он что-то там пригрустил, и его Бортко спрашивает, Володь, ты что? Он говорит, а может, я родился, чтобы собаку сыграть? Он боялся стать актером одной роли. Этого не случилось. После собачьего сердца на него обрушилась слава. Картину показали в 32 странах. Стали постоянно поступать приглашения на съемки. В театре «Аншлаги» на спектакле с его участием. В том числе на сценическую версию «Собачьего сердца». В театральном образе Шарикова он вышел на сцену 150 раз. Но характер Владимира Толоконникова, известность и слава совершенно не изменили. Он был человек простой, и он вообще к людям относился очень по-простому, и к нему они тянулись. Их семья жила в небольшом частном доме. Во дворе цвели розы. Владимир Алексеевич здоровался с ними, выходя утром с сигаретой и чашкой кофе. Поливал, извинялся, когда обрезал засохшие стебли. Членами семьи всегда были собаки. Чаще беспородные, преданные хозяину и признававшие его абсолютную власть. Он был и противоречивым, и глубоким, и очень озорным, и харизматичным. Владимир Алексеевич обожал жену Надежду и сыновей Иннокентия и Родиона. Гордился ими. Мама, да, правда, была красавица. Вот фотографии старые, где мама молоденькая, худенькая. Ну, отца можно понять. Ольга Мелехова свою первую большую любовь встретила, когда заканчивались съемки «Собачьего сердца». Чувство настолько захватило ее, что она уже не могла думать ни о чем другом. И не дожидаясь озвучания фильма, уехала с любимым человеком из Ленинграда. Такая глупая-глупая ситуация. Да, у меня была тогда любовь-морковь, роман. И молодой человек, кто был поехать на работу, вот, на съемки, я поехала с ним вместе. Роль Зины озвучила актриса Светлана Смирнова. Со своей первой любовью Ольга вскоре рассталась. Но после этой истории приглашать на съемки ее перестали. А потом наступили 90-е. Время для отечественного кинематографа тяжелое. Многие актеры оказались без работы. И я подумала, может, как-то жить, что-то, чему-то научиться. А еще какой-то профессии, чтобы не сидеть и не страдать там. Почему, что и как. Вот. И просто это был вынужденный какой-то временный уход, который вот затянулся несколько. У Ольги оказался талант менеджера. Она быстро сделала карьеру в крупной торговой компании. Параллельно окончила факультет романо-германских языков. Но тут опять вмешались чувства. И Ольга снова потеряла голову. Ее новый избранник жил в Финляндии. Она бросила работу и переехала к нему. В другую страну. Но и новый брак оказался тоже неудачным. Есть женщины более какие-то внутренне мудрые, изначально природы. И умные, и правильных мужчин выбирают себе. А есть женщины, которые вот там себе любят, на свое приключение, на свою голову находят. Влюбляются в мужчины, которые, может быть, недостойны их, так скажем. Ты вообще иногда понимаешь, что делаешь? Да ты что, Юра? Не надо делать того, о чем тебя не просят. У партнера Ольги по собачьему сердцу Владимира Толоконникова наоборот, все складывалось прекрасно. Новый мощный виток популярности, особенно среди подростков, наступил после роли Хаттабыча. Знаменитый Джин оказался в новом веке. Узнал, что такое интернет, и хакеры, и быстро всему обучился. При этом сам Владимир Алексеевич с современными технологиями не дружил. Я помню, Родион его, когда прочел сценарий, говорит, пап, да ты что, говорит, это крутая роль, соглашайся. Я, говорит, тебя научу на компьютере нажимать кнопки, главное, соглашайся. Всего после роли Шарикова Толоконников снялся в 59 фильмах и сериалах. Ольга Мелехова со своими прежними коллегами и с питерскими друзьями встречается редко, хотя и о любимом городе, и о той прошлой жизни ностальгирует. Но она так и осталась закрытым человеком. Когда мы встречались последний раз в Москве, у меня возникло ощущение, что в глубине души ей нравится быть частью артистической среды. Но это странным образом сочетается с каким-то отрицанием того, что с этой средой связано. Сейчас она живет на две страны. Ушла от очередного бойфренда. Много работает, занимается переводами. Всерьез увлеклась живописью. Я ездила на выставки профессионально как переводчик в Китай. Это очень интересно. Мне очень нравилось там работать. Где я только не работала. Не знаю. И носила меня. Не чтобы обратно занесло. Потому что в актерской профессии очень сильный момент присутствует. Веяние времени, поменялись вкусы, мода. Режиссеры думают, что сейчас вот нужно так. Актер подневольный в этом смысле. Владимир Алексеевич Толоконников в сам и разгар своей карьеры тяжело заболел. На протяжении всей жизни, с 18 лет, курил. Он перенес несколько раз бронхит. И который со временем перерос уже в хронический. Но с осложнением с легкими дали о себе знать. Болезнь обострилась, когда в 2013-м из жизни ушла любимая жена. Он пережил ее на 4 года. Я один был с последним, с кем он разговаривал. Мы с ним выкурали по сигаретке. Я говорю, дед, куда тебе курить уже? Я говорю, давай, полуха, что ты это, сдавай. Дед – персонаж его последнего фильма «Супер Бобровый». Владимиру Алексеевичу нравилось, когда и в жизни коллеги его называли «Дед». Эх, вымирать так с музыкой. Сделай музон погромче, водила. Он отснялся где-то в третий фильм, и потом ушел от нас, и мы рисовали, дорисовывали его. Но самый финальный кадр фильма мы сняли, и он там был не компьютерный. Мы смотрели, когда на премьере этот фильм. Вот, и дедуся там был живой. Да, слезы, конечно, были у нас у всех на глазах, потому что мы его любили, нашего деда. Крутой. Да, был такой период, когда я предпочитала меньше общаться с людьми, и больше общалась с собаками. Потом даже подумала, что вот буду тоже, как в этом собачьем сердце, скоро обрылгав говорить. Ну, этот период прошел. Конечно, у меня есть такие мечты, опять как-то попасть в колею, но не знаю, как это. Будет ли госпожа удача опять столь снисходительная к моей персоне. Фильм «Собачье сердце» стал для Ольги Мелеховой и Владимира Толоконникова поворотным. Для него взлетом из полной неизвестности к огромной популярности и зрительской любви. Он и ушел, как мечтает уйти, наверное, каждый актер. На полном ходу, в разгар съемок. У Ольги Мелеховой началась совсем другая жизнь, далекая от кино. Новые люди, новые увлечения. Но когда по телевизору показывают фильмы с ее участием, и прошлое повторяется снова и снова, начинает щемить сердце и хочется остановить время. Но жизнь продолжается, и как знать в конце концов, что еще ждет впереди?